Девушки отдыхают После 12 часов будем говорить об энергосбережении Эффективная энергетика и ресурсосбережения конференция Форум межрегиональный открылся сегодня в нашем городе Об этом после 12 часов Ну а сейчас будем говорить про центр управления регионом С нашим гостем Игорем Панкратовым, руководителем ЦУРа Он уже в нашей студии Добрый день Добрый день Так, открылась эта структура, официально запущена в работу Да, с 24 ноября То есть позавчера Так, можете ли, Игорь Владимирович, рассказать Вообще, как бы задачи Раз И второе, в каком формате будет работать центр Ну то есть, а твой руководитель, кто есть еще Я бы начал с самого начала То есть, это с поручения президента Который он дал 1 марта 2020 года О создании вот таких подразделений, центров управления регионом На каждом субъекте Российской Федерации Организацию этих центров было поручено Высшим и толщественным лицам, лицам субъекта Это губернатором И при поддержке автономной некоммерческой организации Диалог региона И контроль осуществляет за всем за этим администрация президента Это вот та основа, по которой мы начали действовать Вот здесь на территории создан центр управления Основная задача центра и чем он является Это повышение эффективности коммуникации между органами власти Любых органами власти муниципальной, региональной С населением А нужна была эта структура? То есть, была в ней необходимость какая-то? Просто ведь во всех, мне кажется, администрациях Не только в Кировской области, но и во всех других регионах Какие-то отделы были по работе с обращениями граждан Ну, потом у нас огромное количество В правительстве точно такой один есть Огромное количество федеральных каких-то, да Ведомств и структур, которые тоже обращения принимают Начинают прокуратуру, там, заканчивая какими-то профильными, да Организациями, ну, там, и в сфере ЖКХ И в сфере, там, других каких-то, да Проблемных таких вот отраслей Еще раз хотелось сказать То есть, мы повышаем эффективность вот этой коммуникации То есть, мы не подменяем с собой те органы, которые существуют в настоящий момент Это отдел обращений с гражданами Это какие-то официальные порталы, сети, которые принимают тоже эти обращения в разном виде То есть, мы повышаем эффективность тех вот этой коммуникации, тех обращений, которые уже есть Поясню Мы в настоящий момент, то есть, создана, ну, то есть, определенная программа Эта программа заключается в том, что мы мониторим всю сеть информационных порталов, пабликов Те, которые присутствуют на территории Любые порталы, которые там открыты Портал обратной связи С которой существует сейчас на портале госуслуг То есть, всю эту информацию Наши, ну, и Программы механические И люди, которые находятся Мы это все выбираем Анализируем К каждому обращению присваивается Определенный номер И наша задача Первое, это Чтобы ни одно обращение Не было не зарегистрировано И никуда-то не пропало Это первое Второе, это Чтобы нам уменьшить Количество времени на его рассмотрение И третье, это Повысить качество вот этого ответа И качество той работы Которая должна была быть провести Органом исполнительной власти По этому обращению Которое существует Поэтому Исходя из тех задач, которые сейчас я обозначил У нас и структура ЦУРа Она Ну, представляет Такую определенную форму В которой Основную роль Или очень важную роль Занимают Представители органов Исполнительной власти В настоящий момент У нас есть такая система БиоЦУР В которой Так называемая Тепловая карта В которой стекается Вся информация Которая есть Вот сейчас у нас там работает Инцидент менеджмент Который мониторит Социальные сети Потом у нас Платформа обратной связи Ну и Какие-то другие Мы будем Интегрировать В нашу Эту систему Те информационные Ресурсы Которые Существуют После того Как Мы То есть Вот это все Получили Здесь у нас Есть определенный Алгоритм Который распределяет По блокам Ну то есть Эти блоки Это здравоохранение Дороги ТКО И так дальше Это 8 блоков Вот Автоматически попадает В эти блоки И за каждым Из этих блоков Закреплен конкретный Сотрудник Исполнительной власти Который Прикомандирован К ЦУР И находится Вместе с нами И этот человек Уже сразу же Имея определенные Компетенции Ну то есть Начинает Организовывать Работу По исполнению Этого поручения Также есть Закрепленный В каждом Министерстве Замминистра В ранге Замминистра Ну или Министр самого Это Ну решат Министерство Который Оказывает Всю необходимую Помощь Для того Чтобы этот Процесс Проходил У сотрудника Тот который Закреплен Он быстрее Он организовывает Эту работу После этого Мы получаем Ответ Наш центр Наши специалисты Получают ответ Если он Устраивает Этот ответ То есть Он отвечает На те вопросы Которые Задавались Потому что Очень часто Бывает Смотрите Бывает История такая Пишет человек Жалобу Например В прокуратуре Наверное Не так часто Это случается В какое-то ведомство Пишет жалобу В течение 30 дней По закону Эта жалоба Должна быть Рассмотрена Она рассматривается И человек Получает Отписку Ну вот Условно Мне не предоставили Лекарство Какое-то Или еще Чего-нибудь Соответствие С ФЗ Таким-то И прочее Прочее То есть Вроде бы Формальное Соблюдение Законодательства Есть Сроки Соблюдены И вроде Ответ какой-то Есть Вот Вы сейчас Сами ответили На тот вопрос Который Вы задавали Для чего Нужна Эта структура Которую Сейчас В настоящий момент Создали То есть Вот этот ответ Вот этот ответ Который ведомство готовит Вы сначала будете смотреть Да То есть Мы его получаем Этот ответ Смотрим Ну первое Отвечает ли он Тому вопросу Который задал человек Потому что Очень часто бывает Задают один вопрос Отвечают Вообще непонятно на что Да Ну то есть Главная галочка поставлена Что ответ получен И Ну то есть На тот И второе Это вообще Ну то есть Понятность этого ответа Потому что Ну зачастую До такой степени Вот Бюрократический Чиновничий Административный язык Он сложен Что иногда Вот Ну я человек Обладающий Юридическими познаниями Обладающий Ну то есть Высшее образование Юридическое Но я иногда Сам не могу понять Ну то есть Что за ответы Приходят И поэтому Наша будет задача Этот документ Перевести На Человеческий язык Человеческий язык И Дать ответ Тому заявителю Ну то есть Тот орган Который разбирался Он и будет давать ответ Ну то есть Только после нашего Согласования И прохождения Через нас Что он устраивает И отвечает И мы всегда Этот ответ Он у нас С момента поступления К нам Мы его берем На контроль То есть у нас Сама Есть система И мы его Супровождаем До того момента Пока вопрос Ну не решится Или в какой-то мере Ну то есть Разные вопросы Бывает Некоторые вопросы Решаются В течение Одного дня Десяти Тридцати Двадцати Некоторые Могут Занять Больше времени Но в любом случае Мы вот эти Точки Реперные Будем отслеживать Для того Чтобы этот вопрос Решился И еще Немаловажный Момент В нашей Вот этой структуре Есть специальное Аналитическое Подразделение Задача этого Аналитического Подразделения Будет В том Чтобы проанализировать Вообще Первую причину Этих обращений Почему они появляются Ну допустим В одном районе Да То есть Есть в одной Не знаю В одной районе На одном улице Одни и те же сообщения Которые поступают Жалобы В течение Недели Месяца Двух То есть Нам надо понять Почему там Ну то есть А не в какой-то другой Соседней улице Не в другом Каком-то соседнем Населенном пункте И Первая причина Это или У этой проблемы Есть какая-то Должна быть Фамилия и отчество Да Кто Не позволяет Или не отвечает Или халатно Относится к этой работе Или второй Ну как мы Можем Может быть Мешает какой-то Нормативный правовой акт Может быть Мешает Ну да Отсутствие финансирования Или может быть Неправильное распределение Этого финансирования И для этого Мы Вот этот анализ Проводим И после того анализа Ну то есть Мы получаем Тот на наш взгляд Ответ Да Ну то есть Почему это происходит И Наше предложение С учетом Для того чтобы Вот когда мы Этот получили Сделали этот анализ У нас есть возможность И это предписано Опять же Теми положениями Подзаконными актами Которые есть Чтобы мы Еженедельно Ну там раз в 10 дней Это вот сейчас Как график Это вот уставится Ну не реже Трех раз в месяц Руководитель ЦУР Докладывал Или губернатору Или председателю Правительства О том Какие существуют Вот эти проблемы И что мешает Для их решения То есть Для того чтобы Они могли На основе Этого анализа Дать определенные Или управленческие решения Или принять Какие-то кадровые решения Для того чтобы Эту первую причину убрать А тем самым Снизить Или убрать Вообще Ну то есть Те обращения Которые идут Под той или иной проблеме Так Тогда Я уточню сейчас Да Вот просто Два вопроса Первое История Со сроком Обращения Его решений Она будет растягиваться Во времени Или нет Ну то есть Учитывая что Сначала человек обращается Его обращение Сначала смотрите вы Вы направляете куда-то Там отвечает Вы смотрите Это вот Когда я вам сейчас рассказал Это может быть кажется Ну да Это кажется Да То есть Это все происходит Моментально Человек Написал В социальной сети На своей открытой страничке В комментариях Под там Не знаю Постом губернаторов Правительства Еще Вот он написал Какой-то определенной проблеме Эта проблема Тут же Ну то есть В течение Ну не знаю Там То есть решаться будет быстрее Вы об этом говорите Быстрее То есть У нас и стоит Основная задача Это первое Это Ну во-первых Это чтобы все Обращения были зарегистрированы Второе Это один из КПИ наших Да Ну то есть Я поняла Показатель качества работы О том чтобы мы снижали Сроки рассмотрения То есть 30 Это вот Ну определенный закон Это максимум Да Ну то есть И мы делали его меньше Понятно что Вопросы бывают разные Да Что-то Если Ну может быть Сделать такую градацию По проблемам Которые вообще существуют Есть Три Ну то есть Можно разделить их условно На три блока Первый блок Это Те проблемы Которые возникают По большому Своей сути И По Отсутствию информации То есть Первой причиной является Отсутствие информации То есть Человек не знает Куда написать Человек не знает Как Допустим Получить какую-то услугу Или он не знает Куда обратиться Нету телефона Телефон не отвечает Дверь закрыта Ну то есть Ну понятно Нет коммуникации Да И Вот Наша будет задача Ну то есть Понять эту причину Если она связана Вот с этим То есть Донести И дать всю эту Открытую информацию В тех Возможных Источниках Где этот человек Может эту информацию Получить И он реально ее почитает Потому что Ну не знаю Студенты сидят В социальных сетях Люди постарше Они читают газеты Кто-то это читает На остановках Кто-то в аптеках Кто-то еще где-то Ну здесь понятно Да Это Второй Круг проблем Это Те проблемы Которые требуют Огромного Или там Большого Очень финансирования Они очень масштабные Это допустим Ну не знаю Построй Строительство моста Какой-то большой дороги Обхода Детского сада Детского сада Да Но в любом случае Мы должны И Органы власти И мы как Центр управления региона Донести информацию Что мы делаем По этому поводу Если мы Четко рассказываем Всех Что мы вошли В эту программу Согласно этой программе Мы получим такое финансирование Или что делается Параллельно То есть Человек должен понимать На какой стадии Мы находимся И когда Четко и конкретно Ну то есть Он получит то Что он спрашивает Так И третий блок вопросов Это Так называемые Те вопросы Которые решаются Ну их Красивым словом Называют Фасттреки Ну то есть Хотя мне не очень нравятся Все эти иностранные слова Переведите пожалуйста Да Это те проблемы Которые решаются Быстро Ну то есть Это Ну не знаю Какой-то Быстрый ямочный Там не знаю Ремонт Потом Там где-то дверь Нет освещения То есть То что можно решить Быстро То есть И оно не решается Просто или Из-за какой-то ленности Или какой-то халатности Или из-за каких-то Вот таких вещей Которые В принципе Путем принятия Определенных Управленческих Крещений Можно решить Быстро С учетом этого Исходя Из всех этих моментов Больше половины Этих Ну то есть Проблем Если правильно Будет организована Работа То есть Решить можно И вот эта задача Сейчас в настоящий момент Стоит перед Центром управления Регионом И перед органами Власти Потому что Не является основной И там важной С основной частью Этого центра Управления регионом Насколько достаточно Вообще Вновь созданной Структуры Рычагов И влияния На исполнительную власть Потому что Я думаю Сейчас там Секрета не открою Если скажу Что у нас Очень часто Многие проблемы Решаются В так называемом Ручном управлении То есть Пока не зайдет В конкретное Министерство Или в департамент Условный губернатор Или условный глава Администрации Пока вы не придете И не включитесь В конкретный кабинет Ничего не начнет решаться Нет Не вы А конкретный человек В данном случае Я имею ввиду Либо губернатор Либо глава администрация Либо мэра То есть То что мы называем Ручным управлением Когда приходится Подключать Самое высокое Должностное лицо Здесь Новая структура Новые сотрудники То есть Насколько Вы сможете Влиять на Словно Это министерство Которое Отказывается Дать человеку Нормальный ответ На вопрос Я думаю Что Изначально Будут у нас Наверняка Такие же Какие-то Проблемные Эти вопросы Но я думаю Что мы Быстро Эти вопросы Решим Потому что В принципе Есть определенный Алгоритм Ну то есть Мы Составляем Реестр Или анализ Этих проблем У каждой Проблемы Мы определяем В каком месте В каком регионе Из-за какого В каком районе Какой конкретный Чиновник Ну то есть Какой нормативный Правой акт И то есть Все вот эти Моменты То есть Анализ Реестр Мы докладываем Первому лицу И губернатору Ну первому лицу И председателю Правительства И уже Получив Вот этот документ Также Ну то есть Будем от него Получать определенные Указания В конкретное Министерство С его визами С его подписями С его подписями Указания И дальше Будем контролировать Исполнение На местах То есть Рычаги В настоящий момент У нас есть Ну то есть В первую очередь Они будут заключаться В том Что у нас есть Возможность Еженедельного Доклада Первому лицу Субъекта И принятие От него Вот этих Управленческих Решений А дальше Мы уже То есть Наших сил И наших способностей Профессиальных навыков Будет достаточно Для того Чтобы этот вопрос Сопроводить И решить Его до Логического Решить его Решить его Момент Тогда По эффективности Будут ли Ликвидированы В других Подразделениях Сейчас Потому что Как Аня уже говорила Есть там В администрации Люди Которые отслеживают Соцсети И отписываются Людям Есть в правительстве То есть Не тот отдел Обращения Граждан А конкретные люди Которые работают С социальными сетями По идее Если мы говорим Об эффективности Все эти люди Сейчас должны быть Перейти на какую-то Другую работу Либо перейти к вам Потому что Если вы будете Мониторить Злого кировчанина Соцблок Будет мониторить Злого кировчанина Городская администрация Будет мониторить Злого кировчанина Все будут получать Из-за этого Зарплату Это как-то мало Похоже на Эффективность То что Социальный блок Или какие-то другие Мониторят Социальные сети Все остальное Я На 95% Уверен Что это Входит в должностные Обязанности Помимо других Это не является Какой-то отдельной Оплатой И есть Специальный аналитический Отдел Который Только профессионально Этим занимается Но С учетом тех задач Которые сейчас Поставлены Этот отдел Будет интегрирован Именно в это В Центр управления Регионов Это будет Одна Такая структура Которая Будет этим Заниматься Это Общая структура Которая Занимается Всем То что Есть На местах В каком Я не знаю В каком-то управлении Муниципалитете Но это их работа Такая Помимо других Должностных Обязанностей Когда какой-то Руководитель Если я Работаю Министром У меня ведь Не одна Какая-то Функциональная Обязанность У меня целый Огромный Большой список Что я должен Делать Но при этом Эти обязанности Другой-то человек Ведь не выполняет Ну то есть Условно говоря Вы как министр Должны делать Работу А, Б и С Но при этом А, Б и С Делаете только вы А если буду С делать И я тоже Ну я говорю Это вообще Каждое министерство Оно мониторит Свою работу И свои какие-то Обращения Я думаю Что это правильно Это не является Какой-то Дополнительной оплатой Это его функционал Потому что Мы сейчас живем В другом мире Ну то есть Тут мир Нет Даже вопрос Не столько оплаты Сколько траты Времени То есть Человек Пока мониторит Соцсети Даже если он Делает это Не за доплату Он может выполнять Свою непосредственную работу Давайте так Когда у нас Я к тому Насколько эффективно Такому огромному Количеству людей Заниматься тем Что мониторить Соцсети Ну то есть У нас создано Целое управление Для того чтобы Мониторить соцсети И при этом При каждом Нет подождите Управление Массовых коммуникаций Оно занимается Получает какую-то Тоже обратную Там связь Ну то есть Это не только Мониторинг Вот именно Что касается Мониторинга Социальных сетей Да Это Ну как Повестка Цура Оно будет Все туда Интегрировано И это будет Одно целое Которое будет Работать и заниматься Именно по всем Проблемам Которые существуют Здесь Ну то есть И А то что вот В министерствах Каких-то Они там смотрят Ну то есть Это я думаю Что со временем Ну будет понятно Если наша работа Которую мы выполняем Она будет Достаточно Для того чтобы Эти министерства Получали всю Необходимую информацию Что у них происходит То естественно Такая Ну то есть Необходимость Отпадет Ну то есть Если нет Ну это уже дальше Тема отдельного разговора Сколько сотрудников В Центре управления Регионом У вас непосредственно Сколько В подчинении Двадцать два Двадцать два человека Двадцать два человека А содержание Центра управления Регионом Оно будет За счет какого Бюджета Осуществляться То есть Создание инициативы Принадлежит президенту У нас так часто бывает Президент распорядился А дальше Делайте Делайте как хотите Нет полностью Все финансирование На себя взял Федеральный бюджет Ага Не можете сказать Ну да Потому что Все вопросы Которые касаются Финансового обеспечения Это все Ну преференция Оно Диалог региона Именно они этим занимаются Так подождите А как Ну ведь сотрудников То вы наверное На работу принимаете Нет Москва Москва принимает на работу Ого То есть мы Все сотрудники Те которые находятся здесь Они все Ну сотрудники Оно диалог Они в Москве Ну то есть Приняты на работу А как это происходит И собеседует их Москва Так точно Подождите А как это происходит Вообще А вы как их ищете Тогда Ну то есть А кто Объявление размещает 22 человека Вы уже нашли Этих людей Ну мы ищем Ищем и кадровые резервы И То есть Те возможные источники Которые у нас есть Мы все их используем И какие-то рекомендации У нас идут с Москвы Ну то есть Находится человек Например Как процедура То есть Насколько возможно Я провожу первую Встречу Да Первую встречу Если по Ну моим Моему разумению Ну то есть Этот человек подходит Тем должностным обязанностям Под каждого сотрудника Москвой выработаны Должностные обязанности Требования Начиная с образования Заканчивая Конкретными преференциями Что он должен обладать Если человек На первом собеседовании Он обладает Этими компетенциями Мы его Резюме Его кандидатуру Предлагаем Москве То есть Москва после этого Оценивает резюме На оценке резюме Уже может дать Какой-то отказ И таких отказов Очень много Потому что Ну разные бывают случаи Вот А уже после этого Ванно диалог Регионы То есть По каждому из направлений У нас есть Направление Аналитическое Потом есть Тот Кто занимается Инцидент Мониторингом Социальных сетей То есть По каждому из этих направлений Есть Куратор Который Проводит Собеседование Более профессионально Оценивает Те компетенции Которые есть У человека И если этот человек Полностью отвечает Тем требованиям Которые Ставятся Перед этой структурой Он Ну то есть Все принимается На работу Но это все происходит В удаленном режиме Никто никуда не ездит Ну Цифровая Сфера Понятно Это не вопрос к вам Просто интересно Да получается Сотрудники Министерств Набираются Тут и здесь А сотрудники Которые будут работать С обращениями граждан В интернете Нанимают Москва Но это кировчане Эти люди Это кировчане В основном К вопросу Компетенции Какими компетенциями Нужно обладать Чтобы у вас работать Какие-то специфические навыки Знания нужны Каждое Направление Каждое направление Оно имеет Свои Ну то есть Свои требования Свои обязанности То есть В нашей структуре Будет Социолог Да То есть И этот социолог Будет Ну то есть С учетом того Что приписано Социологу Ну то есть Он определяет И будет проводить И замеры И общественные И замеры Ну по другим Каким-то вопросам Вот И Ну то есть По каждому Из этих направлений И Ну давайте Я прошу прощения Просто прерву вас Ненадолго Мы заболтались Нам уже пора На рекламу уходить Игорь Панкратов В нашей студии Руководитель Центра управления регионом Центр управления регионом Начал работу В Кировской области 24 ноября То есть позавчера И мы пытаемся Разобраться Как устроена эта структура И чем будет заниматься Вы сказали Что нанимает сотрудников На работу Оно диалог Да То есть А мы можем Немножко рассказать Об этой организации Ну оно Это автономная Некоммерческая организация Да Расшифровывается То есть Что это за структура Как давно она занимается Центр компетенций Который Создан Вот именно Для организации Вот этой Практической координации Организации Центров управления регионом Вот этих проектных офисов На местах То есть Мы с ними В постоянной связи То есть Они обеспечивают Полностью Наше методическое Сопровождение Обучение Ну то есть Необходимые Техники Программы Ну то есть Заканчивая даже Мебелью Да Ну то есть Они полностью Нас обеспечивают Той работ Ну то есть Всем Чтобы наша работа Была Ну Довольно-таки Эффективна Вот Поэтому Вот Слушайте Ну вот тут вопрос Конечно Я не знаю Сможете ли вы на него Ответить Но как вам кажется Ну вот создается Целая отдельная структура Под такие вот Ну под обеспечение Работы таких центров Да Как центр управления Регионом Зачем Я думаю Что я смогу Но Вообще Обращение Людей И обращение Граждан Это одна Из самых Важных Составляющих Вещей Которая Носится Функциям Государства Чтобы человек Получал Необходимую Услугу Или получал Необходимый ответ На заданный вопрос Сейчас Настоящий На мой взгляд И я Как понимаю С учетом Поручения Президента И на По мнению Его И Других Структур Что Эта работа Поставлена Не на том уровне На котором Она должна Работать И зачастую Бывает так Что Как вы сейчас Сказали Ответ получен Поставлен флажок Что ответа нет Просрочек нет А проблема Не решена Это первый момент И второй момент Нужно искать Первую причину Ну то есть Вот из-за чего Эти проблемы Происходят Ну то есть После этого Я понимаю Что иногда Основная причина Является Там Деньги Да Но Опять же Правильность И эффективность Использования Этих денег Ну то есть Она тоже Вызывает Сомнение Когда Ну то есть Иногда Тратятся деньги На проблему Которая может быть И по мнению Даже граждан Не является Такой Уже Я как понимаю Что губернаторы Что уровень Президента Что И граждане Все заинтересованы В том Чтобы эти проблемы Начали решаться То есть Мы будем Стараться Именно повышать Вот эту эффективность Именно и по срокам И по качеству Вот этих ответов То есть То что В принципе Можно это решить И не требует Это каких-то Может быть Даже дополнительного Финансирования А более правильного Использования Своих полномочий Правильного применения Нормативных правовых актов Которые у нас существуют Нельзя Не зря же Допустим Президент Или премьер-министр Вводил Вот эту Гильотину Регуляторную Регуляторную Да О том Что у нас Вот эти нормативные акты Они до такой степени По рукам и ногам Запутали Вообще всех Ну то есть Что это не позволяет Какому-то здравому смыслу Прорваться наружу И для этого Ну то есть Надо И наша в том числе Будет задача Чтобы определять Вот эти Оковы Может быть Где-то И докладывать о том Что их надо убирать И принимать Смотрите Вот у нас есть Одна окова И она всем известная ФЗ-44 Но что мы с ней можем сделать Вот закупки Ничего Но все прекрасно знают Что в куче моментов Вот описанных В любой городской группе Первопричина В этом В несовершенном законе И Мы доложили Об этом губернатору Губернатор Конечно Я знаю У нас же ведь Помимо доклада Губернатору Мы таким же образом Докладываем об этих проблемах И в ОНО Диалоге Они дальше уже в администрацию президента У нас есть Вот этот двойной Двойной отчет И поэтому Эти проблемы Которые мы здесь Будем выявлять И которые Являются На наш взгляд Ключевыми Мы не только будем Отчитываться То что Вот то что здесь Произошло И то что мы смогли сделать Но и о тех проблемах Которые можно решить Только на федеральном уровне У ОНО Диалога Есть такая же Функциональная обязанность Они уже докладывают Уже на уровень Администрации президента О тех проблемах Которые существуют И я думаю Что польза От этого будет Ну то есть И если эти проблемы Мы будем Системно озвучивать И о том Приводить конкретные примеры В чем они мешают И как они мешают То я думаю Что Ну то есть С мертвой точки Мы сдвинемся То есть больше людей Будет стучаться В закрытую дверь И больше шансов Что она откроется Вы про это говорите Ну не только Ну как я бы не сказал Что она закрытая Да Я просто к тому Что эту проблему Ну то есть Обосновать Что она действительно Неэффективная Она мешает Ну то есть Качественно выполнять Те предписанные Ну какие-то Функциональные обязанности Органам власти Для того чтобы Граждане были довольны Так А вот смотрите Есть ли какие-то Конкретные показатели Там качества вашей работы Да То есть контрольные Какие-то показатели Число решенных проблем В год Там как-то будет Это фиксироваться Или нет Уровень удовлетворенности Власти у кировчан Будет ли как-то Это замеряться Там снижение числа Жалоб в соцсетях Ну то есть Вы сказали Что вы отчитываетесь Перед губернатором Практически Вы назвали Одни из самых Основных показателей Нашей деятельности То есть У нас есть Ну понятно Как у любой структуры Есть Должна быть Оценка эффективности То есть У нас есть Доля Обращений Рассмотренных В ускоренном режиме В доле всех обращений С каждым годом Она должна увеличиваться В этом году Пять процентов В следующем Двадцать Дальше пятьдесят И мы Ну то есть На несколько лет Вперед Это планируется Это Ну как одно Удовлетворенность Каждое обращение Которое будет Ну будет дан Ответ То Там есть Такое Удовлетворенность И оно будет Как прямое Ну то есть Получение От гражданина То есть Там галочку Надо поставить Помогли ли мы Решить вам Вашу проблему И он должен Там поставить Галочку Мы сейчас Вот с этим Алгоритмом Иногда Когда ему Дали ответ Он Ставит Какой-то значок О том Что он Удовлетворенность И он может Еще и дать Комментарий По поводу Удовлетворенности Понятно Есть и социологические Замеры Которые Также будут Ну то есть Проводиться Ну и По другим По другим Возможностям Нет ли Опасения Что это В итоге Может превратиться В некое Точечное решение Мелких проблем То есть Условно говоря Люди поняли Что вот у меня Не расчистили От снега двор И если я напишу Вот эта структура Отреагирует И ко мне придет Дворник с лопатой Это двор почистит И да Действительно Структура отреагировала Дворник пришел Двор почистил Человек удовлетворен Потому что Конкретно Его проблема Вот на данном Конкретном участке Была решена Но проблема Глобальная Осталась А дальше он пишет В соцсетях О слушайте Я позвонил там Или написал в ЦУР И мне тут же Почистили двор И на следующий день Написали 20 человек Про непочищенный двор А еще через день И каждую проблему Приходится решать Поштучно Знаете Чтобы КПА это выполнить Мы в первую очередь Мы не за КПА А за то Чтобы все-таки Эти проблемы Кем-то образом решать Да, конечно Каждая проблема Определенная У каждого гражданина Она все равно важна Ну то есть Из них складываются Глобальные проблемы Понятно Что если Вот есть какая-то улица И нам позвонил Гражданин у этого дома Что-то у меня не чистится Да И не будет конечно Такого Что туда выехал дворник И прямо конкретно Этого дома Это для примера Да, я привела То есть есть улица Есть вот Запорожье То есть естественно Эта проблема должна решаться То есть если у этой проблемы Есть То есть она не решается Значит есть в чем-то Ну то есть вот Какая-то Не знаю там Загвоздка Да Ну то есть И вот наша именно Задача Эту загвоздку Определить И попытаться Повлиять на органы Власти Если мы видим Что они где-то Не дорабатывают Мы своими способами Пытаемся эту проблему Решить Если она у нас Не решается У нас есть другой механизм В лице Высшего должностного лица Субъекта Вот такой теперь момент Да Потом По поводу влияния Да Повлиять Тоже вот Несколько спорный Мне кажется Мойент Вы же структура В составе Правительства Правильно Нет Отдельная Мы к органам власти Исполнительной власти Общения не имеем Никакого отношения То есть вы не подчиняетесь Губернатору Нет Ну то есть Мы не находимся В его структуре То есть у нас есть Предписанные Обязательства Ну обязанности Что мы Докладываем То есть мы Мы работаем вместе Мы определенный Инструмент Органов исполнительной власти Но мы не в структуре Органов исполнительной власти То есть пожаловаться На того же губернатора Вы тоже можете Еще раз Ну то есть Если причина В губернаторе Если Конкретную Проблему какую-то Не решает губернатор То есть Вы же докладываете Говорите губернатору Вы будете докладывать Ему О его собственных промахах Я же сказал У нас есть Двойное Ну то есть Двойные отчеты Которые мы докладываем Сюда И докладываем туда Ну то есть И мы Если у нас Что-то не получается Естественно Мы пытаемся Решить вопрос Здесь Если у нас Не получается Мы докладываем На уже федеральный уровень И там пытаемся Решить этот вопрос Ну я просто Мне не совсем понятно Как оно То есть Окей Вы передали Жалобу Вот такое оно Подождите Как это все Будет происходить С точки зрения Иерархии власти У нас Мы же не сами По себе Вот создали это Оно И начали ходить И руководить Какими-то процессами То есть Есть постановление Правительства Подписанное Председателем Правительства Мишустином В котором Четко определены Все наши Функциональные обязанности Что нам Приписано Что приписано Оно Диалог региона Что приписано Конкретным ЦУРам Вот здесь Какая у нас Отчетность Что мы должны делать Куда мы должны писать Как мы должны влиять И мы действуем Строго В рамках этого Постановления То есть Никакой самодеятельности Нет И исходя из этого Ну То есть Вот это постановление Оно К исполнению Обязательно Как органам Исполнительной власти Так и нам Потому что мы там Прописаны Еще у меня вопрос Вот смотрите Мы начали С мониторинга Социальных сетей Обращений Жалоб И всего остального У вас напрямую Контакт с вами С центром Будет или нет То есть Человек может Набрать ваш номер Телефона И позвонить Это вот самый Частый вопрос Такой функции В нашей структуре Нет То есть К нам Можно обратиться Вот через минуту Через две минуты Человек написал В своем аккаунте Главное в открытом Да То есть В комментарии Сделал обращение Через платформу Обратной связи Вот только Вот с того момента Да Все мы это получили Присвоили номер Начали этим заниматься Если по нашей работе Есть необходимость Связаться с этим заявителем Естественно Мы связываемся Когда нужно получить Или дополнительную информацию Или это свяжется Орган исполнительной власти Ну то есть Конкретный исполнитель То есть Это все делается Еще надо понять Что Я говорю Я уже сказал О том Что органы исполнительной власти Являются важной Составной частью Вот этой нашей работы И для этого Мы будем вместе с ними Это все делать Ну то есть Потому что Если только С одной стороны Мы будем Давать какие-то там Рекомендации Там еще Чтобы они даже Хотя бы понимали Что мы хотим И как мы это будем Выстраивать То есть В каждом органе власти Будут закрепленные люди Да С которыми будем Ну то есть Работать помимо тех блоков Которые там находятся И мы будем проводить И определенные обучения Как можно быстрее У нас выработаны Специальные алгоритмы Четкие Как можно Снизить И количество обращений И снизить время По разбору Вот этих обращений К сожалению Время подходит Уже к концу Игорь Панкратов Руководитель Центра управления Регионом Был в нашей студии Спасибо большое Не в последний раз Думаю Встречаемся Спасибо 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 Спасибо